Итак, ребята, всем привет! Я уже больше трех месяцев живу в Австралии и у меня собралось очень много впечатлений об этой стране и сегодня я бы вам хотел рассказать, что меня удивило спустя три месяца жизни в Австралии Итак, первое, что меня безумно удивило после того, как я сюда прилетел, это то, что здесь очень много азиатов Прям Китай, серьезно, прям Китай В моем представлении Австралия была какой-то, ну такой страной, которую основали англичане То есть это такая вот английская колония, все западноевропейские люди здесь живут, но нет По моим ощущениям в Сиднее около 50% населения это азиаты Сразу скажу, что у меня нет никаких претензий к азиатам, просто наблюдений, их здесь очень много Вот будьте готовы, что приедете сюда и эта страна наполовину Китай Здесь очень темно на улицах ночью, очень темно И даже в деловом центре не так светло, как вы привыкли это видеть в Европе А на пляжах просто темень Я не говорю конкретно про песок, а вот сама береговая линия, то есть набережная, как у нас называется Здесь просто ночь Либо освещается немножко, очень плохо, либо вообще ничего не освещается Я был в шоке первый раз, когда я это все увидел Просто ночью темень Вот реально, вот-вот правда, нихрена не видно И стрёмно Плюс, когда ты гуляешь в каком-то спальном районе Вот такие вот деревья, кронами, которые небо закрывают И просто как в какой-то фильм ужасов попадаешь Темно, ничего не видно И вокруг летают летающие мыши, либо белки Ну вот, что-то, короче, как летающая мышь Только большая такая Вот, наверное, это белка Наверное, да Короче, в Австралии меня удивило, что здесь очень темно На улицах в Австралии очень много сумасшедших и бездомных Сумасшедшие не только на улицах, они везде И такого огромного количества этих людей, которыми никто не заботится Я больше нигде не видел, в Украине так вообще Как это чувствуется? Эти люди могут напасть И я слышал истории, когда эти люди, правда, нападают на пожилых людей Это не выдумка Эти люди могут вести себя совершенно неадекватно просто Просто неадекватно Они могут приставать Они могут бросаться на людей Очень часто, почему-то, я таких людей еще в автобусах встречаю Они заходят и живут какой-то своей жизнью в автобусе Остальных не замечая Они могут орать Они могут играть на гитаре Причем не умея играть на гитаре Я это тоже видел Часто эти люди, скорее всего, под чем-то Также очень много бездомных И я не говорю, что в Украине нет бездомных Они есть Просто здесь эти бездомные на виду Если в Украине эти люди прячутся Где-то в теплых местах То здесь эти люди, ну вот, в самом центре Возле какого-то, условно, гучи-магазина Человек может расстелить матрас и просто спать Очень много бездомных, это правда До того, как я собирался лететь в Австралию Я, конечно же, как любой адекватный человек Изучал вообще, про что эта страна И самое главное, о чем здесь первым говорят в интернете Здесь все хочет тебя сожрать и убить Так вот, я прожил здесь три месяца Сейчас, внимание Я прожил здесь три месяца Официально хочу сказать, что это максимально утрировано все За три месяца я не видел ни пауков Вот этих всех огромных, ни змей Да вообще ничего не видел из того, что хочет тебя убить Я, в принципе, видел всю ту же природу Всех тех же животных, которых я видел и в остальных уголках нашей планеты В Украине, например Единственное, что я видел, это огромных тараканов Но, блин, я их видел и в Украине В Украине тоже есть тараканы Поэтому все вот эти рассказы о том, что в Австралии все тебя хочет убить Ну, настолько утрированы Ну, не знаю, либо просто я не видел Но я же общаюсь с местными, которые говорят, что Ну, они смеются, когда ты в них спрашиваешь по поводу огромных пауков Да, они где-то есть И каждый их когда-то видел в этой стране Но вот то, как это описывается в интернете Что вот это везде Это неправда Этого нет И это абсолютно не ощущается Во всяком случае, в больших городах так точно Меня заверили в этом местные Кстати, меня постоянно люди спрашивают А ты видел кенгуру на улицах? Нет, на улицах не бегают кенгуру Но это меня не удивило Я знал, что кенгуру здесь по улицам не бегают Они живут либо в зоопарках Либо в живой природе В живой, в дикой природе Их безумно много Но это за городом В городах кенгуру нет Да, в интернете есть ролики, когда в какое-то маленькое село забегает кенгуренок Это есть Но вот в большом городе их нет Большинство жителей Австралии вообще никогда не видели кенгуру Ну так мне во всяком случае говорят местные Зимой здесь холодно У многих в голове создан стереотип, что Австралия это теплая безумная страна Так вот, огромная часть Австралии зимой мерзнет И здесь нет отопления Здесь идут дожди В домах нет отопления Идут дожди Здесь безумно сыро Хотя мне говорят, что такая зима, как в этом году И поправочка Зима, это значит во всем остальном мире лето Здесь это зима официально У них зимние каникулы даже в школе Так вот, такой зимы, как в этом году Они не помнят, чтобы шли постоянно дожди Наверное, это с моим счастьем Я приехал и припер сюда дожди Так вот, зимой здесь правда холодно И люди ходят в зимней одежде В куртках, теплых зимних куртках Я такую таскаю Цены на продукты питания Очень часто говорят, что Австралию все безумно дорого Отчасти да, но смотря, что вы вкладываете в смысл этих слов Что значит безумно дорого Если зарабатывать в Украине и жить в Австралии, да Если зарабатывать в Польше и жить в Австралии, да Но если зарабатывать в Австралии и жить в Австралии То, ну, это обычно По поводу цен на продукты питания Они такие же, как в развитых странах Европы Мне есть с чем сравнивать До Австралии я жил в Голландии И я не заметил какой-то разницы по чеку В чеке после того, как я пойду в магазин скуплюсь Ну, плюс-минус то же самое Нет какого-то сумасшедшего разрыва Некоторые вещи, камон, намного дешевле Например, полтора килограмма бекона Можно купить за 10 австралийских долларов Мне кажется, это по большей части Ну, стереотип Плюс люди все очень любят утрировать Самое главное в моих путешествиях По этой планете я понял одно Люди все очень сильно утрируют Также меня удивила такая штука Что люди здесь ходят без обуви Даже на машинах ездят без обуви часто Я живу недалеко от заправки И я вижу, как люди приезжают заправляться Идут на кассу босиком Без обуви, зимой Что первый раз я это увидел в аэропорту Когда прилетел И в зале ожидания у меня была пересадка В зале ожидания люди просто разбулились И начали ходить босиком И вполне нормально Никто даже не обращает на это внимание То есть, ну, у них так принято Наверное, какая-то особая связь с природой Короче, если вы прилетите в Австралию И видите людей, которые ходят босиком То не удивляйтесь Тут так принято Язык Меня очень удивил их сленг Он английский, но Это знаете, как можно сравнить Закарпатский диалект украинского языка Вот те, кто смотрит меня из Украины С моей любимой Украины Те меня понимают Что мы, жители Украины Понимаем закарпатцев Но у них такой какой-то странный вариант Украинского языка Вот примерно такой же Странный вариант английского У австралийцев Попробую объяснить Они очень любят сокращать слова Вот Я когда-то в каком-то видео Об этом рассказывал Но изначально я думал, что со временем Ты к этому привыкаешь Но нет Тот английский, который я и так хреново знал Приехав сюда Я понял, что Здесь люди вообще На каком-то Своем языке общаются И очень часто Ты просто не понимаешь Да, достаточно много людей Общаются на нормальном английском Но вот Когда они общаются между собой Либо те, кто здесь родились И используют сленг В общении Как и все люди В любом уголке мира Используют сленг в общении Язык общения Язык в книге Это два разных языка Я думаю, что этого не стоит объяснять Так вот Здесь, когда они общаются между собой Блин, ну порой просто не понимаешь Они используют какие-то слова Которые максимально непонятны Короче Английский в Австралии Очень странный И меня он очень удивляет До сих пор Спустя три месяца В Австралии Просто невероятные закаты Таких прекрасных закатов Я больше нигде в мире не видел Они какие-то Розово-желто-баклажаново-фиолетового цвета И такого нигде в мире я не видел И рассветы здесь, кстати, такие же Первый раз я видел рассвет Когда утром прилетел в Австралию В Сидней Это было на рассвете И у меня был шок просто Класс И до сих пор я не перестаю удивляться Этим прекрасным Рассветом и закатом Я такого нигде не видел Это, наверное, только в Австралии Только в Южном полушарии Да Очень много разнообразных птиц Я читал о том, что здесь на улицах летают кокоду Вместо голубей До того, как прилетел сюда Но здесь, помимо кокоду Столько много птиц Разных, которых я никогда не видел Огромнейшее количество Это просто рай для орнитологов Блин, я до сих пор не могу привыкнуть К тому, что ты сидишь на улице Пьешь кофе А рядом просто можешь прыгать кокоду Кокоду, что, блин? Кокоду на улице Вы просто вдумайтесь Кокоду на улице И это настолько Все вписано в культуру этой жизни Что это вообще никого не удивляет То есть возле тебя сидит кокоду А всем пофигу Это как будто бы голуби в Украине Никто на них внимания не обращает Кроме меня, наверное Я вообще кайфую каждый раз, когда вижу кокоду Это такие огромные белые попугай Да Кайф И последнее, что я хочу рассказать Сказать, поделиться Это то, что до того, как я сюда приехал Сидней мне казался огромным городом И в Википедии писали о том, что он практически в 12 раз больше, чем мой любимый родной Киев Так вот Сидней не ощущается большим городом Скорее, он ощущается деревней Я попробую объяснить Вот центр Сиднея, деловой район Так называемый CBD В англоязычных странах это даунтаун нам называют Вот где небоскребы, где деловой квартал Вот где бурлит жизнь Он не такой большой И вот город ощущается именно только там Стоит вам выйти за пределы вот этого вот Вот этой вот Района Начал ловить себя на мысль, что я некоторые слова хочу заменить английскими Спустя три месяца Короче Как только вы хотите выйти за пределы этого квартала То вы просто ощущаете себя в деревне Вот я попробую сейчас сравнить это Знаете, вот кто меня смотрит из Киева Очень много людей живут в пригороде Киева Вот есть Киева, есть пригород Так вот весь Сидней ощущается как большой такой пригород Очень много частного сектора Практически один частный сектор И все Вот он Сидней огромный Потому что Ну там где у нас стоит многоэтажный дом в Киеве На этом месте помещается всего лишь два частных домика И все И теперь представьте здесь население Несколько миллионов Кажется шесть И вот всем этим людям нужны домики Потому что квартир здесь очень мало Здесь как-то не очень принято жить в квартирах Поэтому Сидней ощущается как большая деревня И он не ощущается как огромный город Лично мне Спасибо, что досмотрели это видео до конца Я надеюсь, вам понравилось это видео А если вам интересно следить за моей жизнью За моими путешествиями За моей адаптацией в новой стране В новых странах То подписывайтесь на мой канал Ставьте лайк этому видео Мне будет безумно приятно И плюс Это поможет продвижению канала Также можете писать комментарии О том, где вы живете И что вас удивило из того, что я рассказал Еще раз всем спасибо, что досмотрели это видео до конца Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok